МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом Турханова. Приходите завтра. Почему в Ивано-Франковской области выбрать семейного врача можно, а подписать с ним договор нельзя? Террорист на пособии. Немецкие налогоплательщики обеспечивают охранника Бен Ладена и его семью. Как такое возможно? Массовое убийство в Торонто. В канадском городе, который сейчас принимает саммит глав МИД Большой Семерки, грузовик въехал в толпу на тротуаре. Погибли 10 человек. 15 получили ранения. Многие из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Был ли это теракт? И почему силовики молчат о мотивах преступника? На месте событий побывал Дмитрий Анопченко. Его репортаж из Канады. Всю эту ночь на месте преступления оставалась полиция. Эти грузовики с песком в зоне оцепления стоят на том самом месте, где белый фургон неожиданно выехал на тротуар и начал давить людей. Янка – одна из главных улиц на севере Торонто, где селятся в основном приезжие. Я здесь приехал недавно, два года тому назад. Я думал, здесь все хорошо, хорошо. Все радостные, все веселые. И вдруг такие вещи случаются. Мне очень странно. Сразу же, как только случилась трагедия, в нескольких метрах от залитого кровью перекрестка появилась вот эта стихийная площадка скорби, куда люди приносили свечи, цветы, мягкие игрушки. Листы, на которых прохожие на разных языках пишут слова сочувствия, вынес Костя Гулиш. Он живет в доме на том самом месте, где все и случилось. Сейчас очень многие начнут винить ту группу, эту группу, религию, еще что-то. Забывают о том, что мы единое общество, и нам нельзя сейчас начинать показывать пальцем на кого-то и говорить, что вот они виноваты в этом. Но это уже происходит. Активисты мусульманской общины Торонто, а тех, кто исповедует ислам, тут несколько десятков тысяч человек, сказали мне, Алика Миносяна, водителя, который был за рулем белого фургона, они не знают, он не был их прихожанином. 25-летний парень жил неподалеку, всего в 8 милях от места преступления. И сейчас масса вопросов. Был ли он связан с радикалами? Может быть, он приурочил преступление к саммиту министров Большой Семерки? Почему тогда не поехал в центр города, а совершил нападение в районе, где как раз максимально толерантно к беженцам относятся? Допросы продолжались всю ночь. Но что сказал задержанный? Каковы его мотивы? Канадская полиция пока держит в глубокой тайне. Канадцы продолжают и будут продолжать задаваться вопросом, почему это случилось, какие мотивы всего этого. Как сказал наш министр общественной безопасности, пока что у нас нет оснований подозревать, что в этой атаке есть угроза национальной безопасности. Но, конечно, расследование продолжается. Понятно лишь одно. Никто не может предсказать, в каком новом городе опять придется приносить цветы и свечи. В память о жертвах нового наезда. Где еще религиозный фанатик или просто маньяк решится выехать на тротуар? Подобные преступления не предотвратить, не предсказать невозможно. Будем честны, силовики научились уже бороться с организованными группами, но одиночки ускользают из их сетей. И поэтому ответа на вопрос, что делать, как быть в этих новых реалиях, нет сегодня ни у нас с вами, ни у министров национальной безопасности стран Большой Семерки, которые собрались сейчас здесь, в Торонто. Из Канады Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Европремия для Ивана Франковска. Украинский город получил приз Европы-2018 в рамках сессии ПАСЕ. Это ежегодная награда, которую отмечают города, активно продвигающие евроидеи. Впрочем, не только премии обсуждали в Страсбурге. Там прозвучал доклад о приостановлении статей Конвенции по правам человека. Как это касается Украины, давайте узнаем. Доклад представил делегат от Швейцарии Рафаэль Камте. В документе рассмотрены три страны, которые воспользовались 15-й статьей Европейской конвенции о правах человека и в условиях чрезвычайного положения отступили от некоторых обязательств. Это Франция после террористических атак, Турция после попытки госпереворота и Украина в связи с российской агрессией. Страны, которые ввели чрезвычайное положение, столкнулись с серьезными ситуациями, когда безопасность их граждан оказалась под угрозой. Необходимо соблюсти надлежащий баланс между безопасностью и демократией. Все ограничения должны быть действительно необходимыми, адекватными к сложившейся ситуации. В ПАСИ признают, что Донбасс является временно оккупированной территорией, которая находится под фактическим управлением РФ. И в то же время Ассамблея высказывает озабоченность несоответствием некоторых украинских законов и положений Европейской конвенции по правам человека. Например, тем, как регулируется пересечение границ из неподконтрольной территории. Хочу напомнить, что Верховная Рада в свое время приняла постановление о дерогации. То есть мы приостановили обязанность выполнять декларацию по правам человека частично в отношении своего населения. Имеется в виду в отношении граждан Украины, которые проживают на неконтролируемых территориях. Это базовые права, право на здравоохранение, право на пенсию и так далее. Вы помните, что мы от этого отказались, приостановили свои обязанности как государство. Все международные партнеры нам указывали на то, что это неправильно было сделано. В Украине лишний раз было указано на то, что хорошо бы все-таки декларацию по правам человека в отношении всех своих граждан выполнять. Еще два важных вопроса, которые касаются Украины, Ассамблея рассмотрит завтра. Это защита журналистов в Европе и проблемы перемещенных лиц. Но главной темой весенней сессии остается коррупционный скандал. В центре внимания депутаты в основном от Европейской народной партии. Накануне в ПАСЕ представили специальный доклад, в котором упоминаются фамилии пяти действующих членов Ассамблеи, подозреваемых в неэтичном поведении. Первый заместитель главы украинской делегации Юлия Левочкина была избрана в Комитет по правилам и процедурам, который должен, среди прочего, решить, против кого из нарушителей и какие санкции применять. Во-первых, будет представлен доклад о коррупции, уже комитетский. Во-вторых, мы будем разбирать внутри Комитета каждую персональю индивидуально, каждого члена Ассамблеи индивидуально, и принимать решение, какие санкции по отношению к ним принимать или не применять. И последнее, что должен сделать Комитет, это разработать такие правила и процедуры, чтобы мы могли проверять конфликт интересов и предотвратить подобные нарушения в будущем. И эта работа будет более длительной, я думаю, что не на этой сессии мы закончим. В ближайшем будущем некоторые изменения могут коснуться и самой Ассамблеи. На этой неделе будет заседать специальный Адхук-комитет, который нарабатывает предложения по реформе ПАСЕ, чтобы сделать ее работу более прозрачной и эффективной. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Может ли Украина победить коррупцию? Ответ на этот вопрос искали сегодня в Европарламенте. В Брюссель прилетел генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Все детали мы узнаем от нашего корреспондента Елены Абрамовича. Она с нами на прямой связи. Лена, здравствуй. Рассказывай, что генпрокурор поведал европейским чиновникам. Наталья, послушать Юрия Луценко пришли не только евродепутаты, которые интересуются украинским вопросом, но и представители Еврокомиссии. Спрашивали традиционно о создании антикоррупционного суда и о прогрессе в борьбе с коррупцией. Генпрокурор подготовил подробный отчет, презентацию на 10 страницах. За прошлый год мы с нашими коллегами из полиции и службы безопасности завели почти 1700 дел на коррумпированных чиновников из нынешнего правительства и более сотни из них были заключены в тюрьму. Но почему публика не аплодирует нам? Ответ ясен. Украинцы хотят увидеть большую рыбу. Большую рыбу народ увидит после того, как заработает антикоррупционный суд, заверил генпрокурор, а также отчитался об активах на 2 миллиарда долларов, которые удалось вернуть в государственную казну в прошлом году. Это и незаконно присвоенные компании, и земля на 126 тысяч гектаров. Евродепутаты положительно оценили результаты, но при этом настоятельно рекомендовали довести реформу антикоррупционных органов до логического завершения. Наталья. Спасибо, Лена. Елена Абрамович об отчете генерального прокурора в Европарламенте. Еще два уголовных производства в отношении Вадима Рябиновича открыли САП и НАБУ. Антикоррупционные органы подозревают нардепов в финансовых махинациях и незаконном обогащении. Все подробности о теневых доходах этого парламентария в нашем материале. Уроки экономического чуда на днях продемонстрировал нардеп Вадим Рябинович. Не имея крупного бизнеса и не владея каким-либо дорогостоящим имуществом, он решил заработать на продаже земельного участка, на него не оформленного. Дорогие украинцы, я хочу отчитаться перед вами. У меня в декларации был мне с женой записан участок земли. Я его официально продал, о чем вам все записано в моей декларации. Это тот самый земельный участок, который до недавних пор принадлежал жене нардепа. Находится вблизи трассы Киев-Харьков, на въезде в село Иванков, в 50 километрах от столицы. Общая площадь 4,7 гектара. Целевое назначение для ведения сельхозхозяйства. Декларацию Рябиновича он действительно вписан, как два отдельных участка. Более того, в документ внесена и сумма за отчуждение недвижимости. Цена вопроса 23 миллиона гривен, или 860 тысяч долларов. Но в этой же декларации парламентария общая оценочная стоимость проданной земли – около 2 миллионов гривен. Мы решили разобраться, как бедному Рябиновичу удалось мгновенно разбогатеть. Это предложение о продаже участка в Иванкове. Цены колеблятся от 30 до 100 долларов за одну сотку. Если бы Рябинович продал имущество супруге по самой выгодной цене, то максимум выручил бы 1 миллион 300 тысяч гривен, или 47 тысяч долларов. Официально жена Рябиновича владеет четырьмя земельными участками разной площади. Их общая оценочная стоимость чуть более 6 миллионов гривен. Выходит, пустив все с молотка, парламентарий не смог бы заработать 23 миллиона. Почему депутаты пишут явно завышенные миллионы наличности, хранящиеся кэшем дома? Очевидно, это попытка легализовать свои траты и имущественное состояние в будущем. Ибо многие воспринимают вот эти декларации как нулевую декларацию, как возможность легализовать то, что наскирдовано тяжким, непосильным депутатским трудом. Очередными финансовыми махинациями Рябиновича уже заинтересовались антикоррупционеры. САП и НАБУ разбираются, откуда у бедного нардепа появились миллионы. Відповідно до моих звернень, САП открыло еще два дополнительных криминальных проведения по бандитской, а я вважаю, это бандитская деятельность очильника партії «За життя» Рябиновича. Вони стосуют незакарованных рахунктов, незаконных финансовых операций с отдельными гражданами Российской Федерации. Очевидно, что в такий способ залучаются деньги для финансирования его политических проектов. Можно чітко, абсолютно впевнено стверджувати, до державного корита Лизы безпрецедентно, аномально коррумпована особа. В свою очередь нардепы призывают антикоррупционеров в короткие сроки привлечь Рябиновича к уголовной ответственности, так как парламентарию скоро исполнится 65 лет, и он отправится на израильскую пенсию. Ольга Иванченко, Николай Зленко, подробности, телеканал «Интер». Имя одесского мэра Геннадия Труханова снова на первых полосах СМИ, причем на этот раз международных. BBC опубликовала результаты своего расследования. Журналисты утверждают, что Труханов был членом преступной группы и отмывал деньги через офшорные компании. В САП и НАБУ уже заявили, что проверяют эту информацию. Все подробности в нашем материале. В своем расследовании BBC ссылается на так называемые райские бумаги. Это кипы документов о деятельности офшорных компаний. С помощью этих данных журналистам удалось выяснить, через офшоры на Виргинских островах деньги отмывали и украинцы. В частности, преступная группировка из Одессы, члены которой, начиная еще с 90-х, зарабатывали на перевалке нефтепродуктов в местных портах. Именно в этой ОПГ, как утверждает BBC, и состоял нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов. И именно ему принадлежат значительные доли капитала как минимум в четырех офшорных компаниях, говорится в райских бумагах. В качестве подтверждения журналисты приводят результаты расследования полиции Италии, где в свое время обосновались многие участники одесской банды. Труханов, например, якобы обучал членов группировки рукопашному бою и стрельбе из оружия. При этом BBC отмечает, сам мэр Одессы опроверг собранную журналистами информацию. Напомню, прошлой зимой мэр Одессы стал фигурантом скандала. НАБУ подозревает, что его ближайшее окружение причастно к хищению 185 миллионов гривен из местного бюджета. Четверо украинских военных ранено сегодня на передовой. С начала суток уже 28 обстрелов. В основном боевики открывают огонь из минометов, в том числе запрещенных калибров. Бьют практически по всей линии соприкосновения. На одной из позиций работал наш коллега Игорь Левенок. Ну, видите, осколочно. Северный фланг Светлодарской дуги, район села Троицкого. Армейцы показывают последствия вражеского обстрела. Окупанты два часа беспрерывно сыпали минами. Начинают работать уже плотно и минометами. Говорю, и выходит и БМП один, начинает работать их с позиции. Где-то с закрытых позиций. Я вчера вообще увидел о том, что вышла их первый раз, увидел за все БМП-2 на открытую местность. Обстрел начался в 6 часов утра. Наши бойцы говорят, грохотало по всей Светлодарской дуге. Работали запрещенные минометы. О плотности огня свидетельствует количество воронок. Мины ложились в шахматном порядке. Со слов бойцов, так работают только кадровые военные. Военные уверены, на позициях с той стороны снова появились гости из Запоребрика. Бывает и такое, что наемники обстреливают друг друга, чтобы сделать картинку для пропагандистских СМИ. Обстрелы должны фиксировать наблюдатели АБСЕ. Но военные утверждают, ехать сюда они не решаются. Солдаты же, несмотря на обстрелы, не унывают. Даже наоборот. Ни один боец не пострадал. Это повод надеть вышиванку. С Луганской области Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Более 320 тысяч участников боевых действий остаются без должного внимания со стороны государства. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по делам ветеранов и участников АТО Александр Третьяков. По его словам, парламент принял более 30 законов относительно соцзащиты ветеранов АТО и членов семей погибших, но часть из них не работает. Поэтому и политики, и волонтеры выступают за создание Министерства по делам ветеранов. Во многих странах, которые находятся на пути к настоящей демократии, ветераны играют огромную роль в обществе. Они активны и сконцентрированы на действиях, а не на словах. И когда люди восстанавливаются после возвращения с фронта, то становятся лидерами изменений. Это именно та причина, по которой мы обязаны помочь им. Государство обязано заботиться о своих военнослужащих от момента призыва их в армию до мемориала. Солдат будет лучше воевать и будет знать точно, если будет знать точно, что после того, когда он нападет в запас, государство будет помогать и заботиться о нем. А он не будет прошен на произвол судьбы. И это основа, почему мы начали говорить о создании Министерства ветеранов. Новое диагностическое оборудование уже в ближайшее время получит Винницкий областной госпиталь. Сегодня в больнице побивал лидер радикальной партии Олег Лешко. Политик пообщался с врачами, пациентами. Заверил, что его политическая сила добивается расширения госпрограммы по обеспечению украинцев бесплатными услугами и лекарствами. А также рассказал о своем видении медицинской реформы. В России, когда есть плода готовой продукции, в генерале... Может быть ответственная человек в стране, которая проводит медицину реформу. Потому что когда сегодня выполняет обязательства Министра охраны здоровья, несколько лет, кто нест политическую ответственность за реформу. Поэтому мы требуем от уряда скасовать решение о призначении Ульяны Супрун, керевником Министерства охраны здоровья, взять на эту политическую ответственность и призначити Министра, который отвечает за эту реформу. И осуществляет, что главная мета реформы – это доступность и качество услуг для украинцев. В Одессе огласили приговор воспитательницы лагеря Виктория. В сентябре прошлого года, напомню, там произошел пожар, погибли трое детей. Наталья Цокур по документам отвечала за пожарную безопасность. Свою вину она признала полностью и получила три года условно с двухлетним испытательным сроком. Обвинение считает, что за трагедию должны отвечать также директор лагеря, экс-вице-мэр Одессы и двое сотрудников райотдела службы по чрезвычайным ситуациям. По их делам суды еще продолжаются. Повысить зарплаты и обеспечить безопасность рабочим Криворожского медкомбината требует комитет по вопросам соцполитики Верховной Рады. Исполняющий обязанности главы этого комитета, нардеп Сергей Каплин, созвал сегодня срочное заседание. По его словам, металлургия социалурмитта уже не один месяц жалуется на мизерные зарплаты, жуткие условия труда. За последний год на производстве погибли два человека. И чтобы заставить руководство медкомбината выполнить обязательства перед людьми, парламентский комитет создал специальную рабочую группу. Мы тут поддерживаем трудовый коллектив в их желании переглянуть заработную платную и сделать хотя бы среднюю по галузі. Створили рабочую группу. Сегодня приняли решение обратиться, в том числе, до фискальных органов. Мы собрались тут для того, чтобы добиться справедливости. Вот как вы считаете, Лакшми Миттал, один из самых больших людей в всему свете, тут, на украинской земле, на украинском предприятии, заработает 5 миллиардов гривен, один, 5 миллиардов. И 25 тысяч наших с вами співвітчизників разом заработают на цьому предприятии всего 2 миллиарда гривен. Где тут справедливость? Временно заблокирован, хакеры взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности. За запуск интернет-страницы, неизвестно, требуют одну десятую биткоина. Это около 24 тысяч гривен. В противном случае обещают уничтожить все данные. В министерстве ответили, что на сайте не было данных с ограниченным доступом. Заверили, что над его запуском уже работают специалисты. И он возобновит свою работу уже в ближайшее время. Ставка на информационные технологии. Украинские программисты в прошлом году заработали более 3,5 миллиардов долларов. Это порядка 3% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Он убежден, что Украина имеет мощный интеллектуальный потенциал. И подчеркнул, что сейчас в области IT работают более 120 тысяч человек. По сути, то, что IT в Украине растет, это очень позитивный сигнал с точки зрения нашей возможности до конкурентности глобальной в мире. То, что за последний год вы растете на 20% и на этот год есть план такого же растения не меньше, это очень позитивный сигнал. Но я понимаю, что есть ряд вопросов, которые мы должны решить вместе. Начиная от, возможно, дальнейшего шляха по дирегуляции. Генпрокуратура продолжает судебное производство против областных газораспределительных компаний, поставщиков газонаселению. Силовики добываются отмены договоров обслуживания сетей при этом задним числом. Газовщики считают, что это сигнал, что государству, как собственнику сетей, не нужны инвестиции, а просто необходимо пополнить госбюджет. Это, наверное, самая старая газовая компания страны. В этом году Львов облгазу 160 лет. Здесь как нигде знают, что такое изношенность сетей. Газопроводы очень старые, которые потребуют постоянной замены, модернизации, ремонта и так далее. Держава нам выделяет деньги. За последние 6 лет выделили 200 миллионов. Из этих 200 миллионов мы заменили 400 километров газопроводов. Хотя за этот период газопроводы постарели и нужно было заменить тысячу километров газопроводов. То есть это финансование далеко неадекватное в том, что нам нужно менять. Ко всем производственным проблемам добавились и многочисленные проверки силовиков. Но самое тревожное – иск и генпрокуратуры, которые сейчас рассматриваются в судах. С требованием вернуть деньги за 5 лет якобы аренды газораспределительных сетей. Тем временем каждый год облгазы вкладывают инвестиции в государственные газораспределительные сети в размере 300-400 миллионов гривен. Без 5 копеек – 7 гривен. Именно такая цена за кубометр газа в Ривне. Голубое топливо подается исправно. Нареканий у клиентов региональной компании нет. Газ потребен для нашего житла, потому что не приготавливают. Деяких людей в основном есть котлы газовые. Топление так залежит люди от них. И проблем нет. В Ривне-Газе обыски прокуратуры знают. Эта ситуация газовщиков пугает. Платить арендную плату для них значит отказаться от такого необходимого ремонта устаревшей газосети. Оборудование старое, постоянно выходит из строя. Техдиректор региональной компании уверен, что сегодня нужно в первую очередь сохранить газопровод. Для этого здесь вкладывают все в его ремонт. Тоже, в первую очередь говорить о арендную плату за использование мережами, необходимо подумать о безопасности людей. И дать возможность газорозпредельным компаниям гидно выполнять свои безусловные обязательства по забезопасению безеверийного и безперебийного газопостачания населених пунктов Украины. Если говорить о языке цифр, то эксплуатировав более 10 тысяч километров газопроводов и более 2,5 тысячи спорудов на них, это газорозпредельные пункты, это станции катодного защищения. В региональной компании уверены, государство должно расставить приоритеты, либо деньги в развитии и модернизации, либо арендная плата. Во втором случае следует ожидать ухудшения качества газоснабжения. Газовщики утверждают в целом по стране за 5 лет действия договоров, которые оспариваются прокуратурой. Облгазы вложили в газораспределительные сети 1,5 миллиарда гривен инвестиций. Отремонтировано и заменено 1,5 тысячи километров сетей. Заработали 5 тысяч новых газораспределительных пунктов. Обновили автопарк для аварийных служб. Но и этого недостаточно, говорит эксперт из Евросоюза. Если посчитать по европейским стандартам и посмотреть масштаб Украины, то на сегодняшний день необходимо порядка 5-7 миллиардов гривен в год вкладывать в сети. На ремонт и модернизацию. На этот момент газовые хозяйства получают около 1,5 миллиарда в год всего лишь. Понятно, что на этот момент ситуация не совсем хорошая и она ухудшается каждый год. Теперь же из-за претензий властей могут не только сорваться инвестиционные планы, но и повысятся тарифы на газ для граждан. Явно незаконные требования прокуратуры, которые поданы в иске относительно уплаты облгазами аренды, могут привести к сокращению инвестиций в модернизацию газораспределительных сетей. Потому что облгазы окажутся перед дилеммой. Либо уплачивать аренду, либо вкладывать деньги в модернизацию. Поэтому, наверное, самым оптимальным выходом в этой ситуации будет, во-первых, законодательное урегулирование уплаты аренды, а во-вторых, формирование тарифа таким образом, чтобы уплата аренды не ложилась на плечи конечного потребителя дополнительной ценой на газ. На данный момент насчитывается около 5 тысяч километров малонадежных и аварийных газопроводов. Еще почти 30 тысяч километров полностью выработали свой ресурс. Их возраст превышает 40 лет. Крайне важной и небезопасной отрасли нужны инвестиции. Судебные разбирательства их точно не привлекут. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Инвестиции в экологию. На аглофабрике в Мариуполе строят очистные сооружения. Новые технологии позволят снизить выбросы в атмосферу на 90% и таким образом достичь мировых стандартов. Стоимость этого проекта 220 миллионов долларов. Завершить строительство очистных сооружений планируют уже через год. Снижены в 14 раз. Это лучшие мировые стандарты. В Украине стандарт, закон принят 50 миллиграмм, но мы сделали еще два раза ниже, чем закон предусмотрен в Украине. В экологию надо вкладывать деньги. Надо сделать так, чтобы людям жилось, дышалось хорошо в нашей стране и в городе Мариуполе. Новые детали аварии в Кривом Роге. На минувшей неделе там погибли 9 человек. В интернете появилось видеостолкновение. После этого ДТП патрульные Днепра вышли в рейды. Они проверяют состояние маршруток. Какие нарушения выявили, узнаем от Елены Миндалюк. Это видеокамер наблюдения, которые зафиксировали момент аварии. Мазда двигается по улице Героев АТО. По проспекту Металлургов к перекрестку приближается маршрутка. Светофоры не работают. Был мигающий желтый. На кадрах не видно, пытался ли хоть один из водителей притормозить. В результате аварии маршрутку отбросило на встречную полосу. Прямо под колеса автобуса, который вез работников металлургического завода. Это видео появилось на днях. Водитель Мазды объясняет патрульным, как все было. Я ехал отсюда, посмотрел желтый свет, но я ее не видел. Пока единственный подозреваемый в совершении ДТП Александр Волков. Хотя по предварительным результатам следственных экспериментов, водитель маршрутки тоже нарушил правила. Она была переполнена. Но забитыми маршрутками удивить кого-то в Украине сложно. В автобусах на ходу отпадают двери, взрываются газовые баллоны, водители садятся за руль выпившими и часто проезжают на красный свет. Так как за первый квартал 2018 года было зафиксировано 17 ДТП с пострадавшими по вине водителя маршрутного транспортного средства. Что на 10 дорожно-транспортных происшествий больше, чем за прошлый год. После крупной аварии в прямом роге патрульные Днепра вышли в рейд. Вот этот микроавтобус снимают с рейса. На лобовом стекле трещина. Водителя штрафуют почти на 700 гривен. Это на трассе разбили. По правилам, то они правы, что это мешает. Но если бы у меня вот тут трещина была, как вот так вот, а так она мне не мешает. На такие нарушения пассажиры даже не обращают внимания. Говорят, большинство маршруток в ужасном состоянии. В салонах грязь, сидения ободраны, а водители хамят. На лосманах убиты гнилые машины, трещины на лобовых стеклах, ходовая тормоза, тормозная система. С начала года патрульные Днепра составили более 600 админпротоколов. А на двух маршрутах в горосполком вынужден был сменить перевозчика. Елена Меделюк, Евгений Котнецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Каждый шестой украинец работает за границей. На заработки в среднем выезжают до 6 миллионов граждан нашей страны. Это 16% населения. По данным Центра экономической стратегии, за границей украинцы едут в основном, понятно, за высокой зарплатой. Но большинство трудовых мигрантов все же возвращаются в Украину. С 2014-го уменьшился поток гастарбайтеров в РФ, зато вырос в направлении Западной Европы. После 2014-го года украинцы стали вдвое реже покидать страну навсегда. Всего же за последние 15 лет не вернулись почти 6,5 миллионов человек. Уже более полумиллиона украинцев подписали договоры со своими семейными врачами. Это данные Минздрава. Но в Ивано-Франковской области выбрать доктора проблема. Почему? Давайте узнаем. Анна Макан пришла на медосмотр. После этого, говорит, хотела выбрать семейного врача и подписать с ним договор о предоставлении услуг. Желающие обслуживаться у семейного врача каждый день обращаются в регистратуру поликлиники. Но пока ни одного договора не заключили. Если верить таблички на дверях, в Верховинской поликлинике семейных врачей трое принимают в этом кабинете. Помещение небольшое. Старенькие столы, умывальник и все. Никто ничего еще не знает, не понимает. Ни кабинетов, ни лекарей, ни обладания, ничего еще не имеет. Нальчайника не имеет. Пациенты возвращаются, спрашивают, чем можно, когда можно будет, что для этого нужно. Без техники не только поликлиника. Ни одного компьютера нет во всем Верховинском районе. В райсовете уверены, обеспечить медучреждение техникой обязан Минздрав. Но там все финансовые вопросы переложили на местные органы власти. Так, мы эти деньги будем шукать в местном бюджете. Но про какие деньги можно говорить в местном бюджете, как в тот же час у нас на данном этапе нет на выплату заработной платы. Подобная ситуация и в других районах области. Больше половины медучреждений не обеспечены компьютерной техникой. Правда, в областном департаменте здравоохранения пообещали, до конца месяца проблему решат. Облсовет якобы уже выделил почти миллион гривен. Екатерина Срывкова, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. На отставке исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает настаивать в оппозиционном блоке. Напомню, постановление полицилы о ее увольнении утвердили в апреле на заседании профильного комитета Верховной Рады. Действительно, 1% населения страны подписал договора с врачами. Но это свидетельствует о том, что люди вообще не понимают, как это работает. И у нас абсолютно четкое убеждение, что с этим исполняющий обязанности министра не то что реформа. У нас население страны будет стремительно уменьшаться, поскольку у нас появились эпидемии, которых мы ранее не знали. Мы требуем увольнения этого руководителя. Постановление 56.42 зарегистрировано в парламенте, и мы считаем, что оно не имеет права находиться на этой должности. Каждый месяц ее нахождения на должности исполняющей обязанности министра стоит стране человеческих жизней. Пособие для террориста. Сенсационную информацию опубликовали немецкие СМИ. Они выяснили, что охранник бывшего террориста номер один, Усамы Бен Ладена, живет в Германии за счет социальной помощи. Как такое могло произойти, расскажет Татьяна Лагунова. Он проходил подготовку в террористических лагерях в Афганистане и был личным охранником Усамы Бен Ладена. Немецкие спецслужбы внесли его в список крайне опасных джихадистов, которые представляют угрозу национальной безопасности. Но тем не менее, этот человек спокойно живет с семьей в Германии, проповедует в мечети и получает от государства солидную социальную помощь. О том, что Сами А живет в немецком Бухуме, немецкие СМИ сообщали еще несколько лет назад. Общительностью он не отличался, но особо и не скрывался от соседей. Он постоянно туда ходит. Вижу его раз шесть в день минимум. Да, недавно видел, в прошлый вторник. После шумихи в прессе Сами А не раз пытались депортировать на родину, в Тунис. Но этого, как выяснили немецкие СМИ, до сих пор не произошло. Суд отказал в высылке из-за того, что в Тунисе ему может угрожать опасность. Так что бывший охранник Бен Ладена и сейчас живет в Бухуме за счет немецких налогоплательщиков. Его семья, жена и четверо детей ежемесячно получают от государства более тысячи евро. Это нонсенс. В один голос заявляют и политики, и силовики. Но сделать ничего не могут. Выслать или отказать в социальной помощи не разрешает закон. Как поменять систему, пока никто не знает. Единственное, что власти могут потребовать отца АМИА, каждый день приходить в полицию и отмечаться. Что он исправно и делает. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. В британском Солсбери развернули военную спецоперацию. На месте отравления российского экс-шпиона Скрипаля и его дочери разместили три военных грузовика с солдатами. Началась процедура по обеззараживанию территории. Почему только сейчас и насколько опасно там находиться, изучала наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Работа по обеззараживанию Солсбери началась на рассвете. Военнослужащие разгрузили два больших металлических контейнера и трактор. Первым местом очистки от химического вещества стал скверик в центре города, где обнаружили бывшего российского двойного агента с дочерью семь недель назад. И Сергей и Юлия были без сознания на одной из лавочек. Ее уже убрали. И даже верхний слой земли с этого участка сняли и погрузили в грузовик. Солдаты работают в специальных защитных костюмах и масках, ведь вдыхать испарение новичка очень опасно для здоровья. Мы допускаем, что в некоторых местах уровень концентрации химиката может быть очень высоким и токсичным для людей. Это нужно еще проверить. Но все эти места ограждены, так что опасности для жителей нет. По всему городу определили 9 объектов для обработки. Среди них папа и ресторан, где побывали в день покушения Сергей и Юлия Скрипали. Также полицейский участок Солсбери, две машины скорой помощи и дом полицейского Ника Бейли. Он тоже отравился новичком во время оказания неотложной помощи Скрипаля. В последнем списке числится дом самого Сергея Скрипаля. Считается, что там ядовитое вещество сохраняется в наибольшей концентрации. Везде эксперты соберут образцы, даже дерна и брусчатки, что смогут заменят, остальное очистят и повторно протестируют на наличие нервно-паралитического вещества. Операция проходит под контролем Министерства охраны окружающей среды и обойдется в миллионы фунтов. Может занять несколько месяцев, вплоть до конца года. Впрочем, чиновники уверяют, город полностью безопасен для жителей и посетителей. А приступили к очистке только сейчас, когда изучили каждую мельчайшую деталь, полезную для следствия. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Два футбольных трофея. Кубок Лиги чемпионов УФА среди мужчин и женщин на этой неделе привезут в Харьков. 26 апреля их выставят сначала на стадионе «Металист», где покажут воспитанникам детских спортивных школ, а после обеда установят на площади Конституции. В субботу Кубок Европейских чемпионов торжественно пронесли по центру Киева. После Харькова футбольный трофей отправятся во Львов и Одессу. И напомню, 26 мая уже совсем скоро в столице состоится финал Лиги чемпионов, где определится новый владелец этой награды. На площади Конституции будут присутствовать наши известные в Харькове футболисты. Это вратарь, многолетний вратарь нашего харьковского металлиста Александр Горяйнов. И обладатель Кубка СССР 1988 года Александр Иванов. Мы создадим все условия для того, чтобы все желающие могли подойти, увидеть этот кубок, сфотографироваться. В Украине почтили память жертв геноцида армян в Османской империи. Массовые убийства и депортации, которые начались в этот день более сотни лет назад. Самая трагическая страница в истории этого народа. Все подробности в материале. Памятный день начинается возле Хачкара. Сотни армян вместе со священниками Армянской апостольской церкви и украинских конфессий помолились за погибших во время геноцида. Наверное, нет ни одной армянской семьи, которой бы не коснулась трагедия столетней давности. Новое поколение бережет память о предках, которые вынуждены были бежать, чтобы спасти свою жизнь. Все выходцы из города Ванн. Это город, который сейчас находится на территории Турции. И там живут курды. В 1915 году их начали оттуда выгонять, вырезать. На самом деле народ, которого мучали, точно не понимал. Те, кто мучал, скорее всего понимали, знали, ради чего они это делают. Это очень больно. Даже сейчас мне, который там не участвовал. Это больно. И мы собираемся, и как-то легче становится. С единой целью не забыть. Они собираются несколькими поколениями. Детей с раннего возраста учат истории своего народа. Сегодня день геноцида армян. В этот день убили полтора миллиона армян. Народ, который пережил резню, уничтожение и депортацию, сравнивает себя с гранатовым деревом. Я не мог зернятку гранату. Я вірмянин. Я подружую світом с 1915 року, як мои брати и сестры. В цей рік наше дерево было розорене. Мы пережили геноцид. Гранат есть собирательный образ, можно сказать, нашего народа. Они как зорнышко по всему миру, но воссоединены в одно целое, под одной сферой. Это наша принадлежность и духовная, и национальная. Ненависти нету. А только память, которую нужно беречь, и требование. Требование признать, признать те злодеяния, чтобы это не повторялось. Только с этой целью. Геноцид является самым страшным преступлением против человечности. И сегодня мы подтверждаем нашу решимость предотвращать повторение подобных событий в будущем. Мы надеемся, что больше такого не повторится. В конце дня в небо подняли воздушный шар с изображением незабудки, символизирующей пять континентов, где нашли приют, бежавшие от преследований армяне, чтобы никогда не забывать о страшной трагедии. Ксения Барвиненко, Ирина Баглай, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера. Доброй ночи и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok